Слава Украине! Вы знаете, российские фашисты начали напрямую угрожать уже Польше и Боснии-Герцеговине. Они начали... Короче говоря, посол этой России в Боснии-Герцеговине, он просто заявил, что, конечно, там может идти в НАТО, но Россия может ей сделать что-то типа того, что она сделала в Украине. Вот ни больше, ни меньше. То есть напрямую пошли угрозы этой стране. И о чём уже президент этой страны уже выступил, сказал, что мы не боимся вас и ваши угрозы оставьте при себе. Такие же точно угрозы полетели в сторону Польши, которые они... Сумасшедшая российская власть, которую, вы знаете, вообще уже никто не воспринимает как адекватную, начала заявлять, что... Ну, ахинею нести, что Польша разжигает Третью мировую войну. Если кто-то и разжигает Третью мировую войну, то это исключительно Путлер и его сумасшедшая Россия. Больше абсолютно никто. Но докажите это Путлеровцам. Факт тот, что вот это бешенство у них стало проявляться. Вы знаете, они... Оно у них стало проявляться после того, как им надавали по мордасам в Украине. Они прекрасно видят, что вот эта кампания в Украине, которую они рассчитывали за 23... Как там Лукашенко говорил? За 34 дня, говорит, возьмем Киев, возьмем все и завалим тут всех. Сегодня уже 22-й день, и они ровно на тех же позициях, на которых были на третий день войны. Вы же прекрасно понимаете, что им гоплык, что... Они тоже это прекрасно понимают, что им гоплык. Они прекрасно видят, что их армия разлагается, потому что их солдаты не знают, за что они воюют. Они боятся сдохнуть в Украине. Они боятся, что их прикопают, или их просто, как обычно, в 90% случаев бывает, просто сжирают собаки, потому что своих раненых они достреливают, а своих убитых они просто не вывозят. Они отказываются их вывозить. То есть эти же солдаты, которые там в окопах сидят под Киевом, сейчас они это прекрасно знают, что вот какая их судьба ждет. И имея такую вот полуразложившуюся, знаете, армию уже, от которой уже смрадным этим запахом воняет, российские фашисты, верховные российские фашисты просто приступили к словесному запугиванию других стран. Это, конечно, ничего не даст. Это ничего не даст, кроме новых санкций. Это ничего не даст, кроме еще большей изоляции России. Ну, собственно говоря, по-моему, этим неадекватам уже все равно. Честно говоря, им все равно. Они с каким-то, знаете, фатализмом ждут погрома в Украине. Они прекрасно понимают, что их армия туда ноги уже не унесет. И, тем не менее, забрасывают в топку войны последние имеющиеся у них боевые части. Я сегодня полчаса смеялся. Они какой-то поезд уже с Красноярска везут. Потом они везут с Петропавловска-Камчатска. Представляете, вот уже всех переконопатили. Осталось у них пару боеспособных частей под Красноярском где-то и парочка в Петропавловске-Камчатском. И они оттуда это все везут сюда. И, конечно же, они прекрасно знают, что и эти части будут здесь приконтропуплены с вероятностью 100%. И они их везут на заклане. У меня нет объяснения такому поведению. Похоже, что и мы, и на Москве, и на Москве, там все знают, что все будет Украина. Слава Украине! Героям слава!